Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Кто-то выжигал и выжигает сухую растительность преднамеренно, кто-то оставляет незатушенный костер, кто-то по неосторожности бросает окурок или спичку на высохшую траву. Люди даже не задумываются о том, к чему это может привести, как повлиять на окружающую среду и чем чреваты такие действия. В 2016 году зафиксировано более 2000 случаев горения травы и кустарников. Некоторые из них закончились трагически. Ошибки других для наших граждан не становятся уроком. В этом году в Минске зарегистрировано уже 11 загораний сухой растительности. Есть и случаи получения ожогов людьми при сжигании этой самой растительности. Минск чрезвычайный. В марте в ожоговое отделение Минской городской больницы была госпитализирована женщина, которая при сжигании мусора у себя на даче в Купольском районе получила ожоги лица. Поджигая сухую прошлогоднюю траву, многие, возможно, не подозревают, что может начаться пожар, который приводит к непоправимым последствиям. К тому же выжигание сухой травы не приносит никакой пользы, а лишь уничтожает растения, распыляя полезные для почвы микроэлементы. Это приводит к объединению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. На пепелищах очень часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию. Также выжигание травы на приусадебном участке или просто вблизи строений может запросто уничтожить постройки или припаркованный недалеко транспорт, Разбушевавшееся пламя трудно остановить, и пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель или случайно оказавшийся на месте пожара человек. Для того, чтобы избежать беды, ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно для растений и животных, палы могут быть опасны для людей. Не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и спички перед тем, как выбросить их. Если вы заметили пожар, не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. При тушении подручными средствами можно сбивать пламя с кромки пожара с вязкой прутьев или веток лиственных деревьев, либо же забрасывать кромку пожара песком. Если же вы понимаете, что самостоятельно погасить пламя не удается, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 или 112 и постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара. Минск чрезвычайный. Кроме призывов не выжигать растительность, существует и серьезное наказание за подобные действия. Административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин. Разведение костров в запрещенных местах также влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин. Сжигать мусор на своем участке, конечно, можно. Но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Делать это нужно только в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса. Если ничего из перечисленного поблизости нет, вы готовы следить за огнем и под рукой есть огнетушитель или ведро с водой, значит, вы все делаете правильно. Костер должен быть не ближе 10 метров от построек, 20 от леса. А вот мангал или гриль устанавливают как минимум на расстоянии 4 метров от дома. Безопасных вам выходных. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока. Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.